этой зимой я впервые открыл сезон катания не в украинских карпатах я решил поехать в место которое по праву называется колыбелью горнолыжного спорта место где люди этим не просто увлекаются а по-настоящему живут место в которое к своему удивлению поехать можно не за все деньги мира и я понятия не имею почему в этом месте висит флаг японии потому что речь в этом видео пойдет конечно же об австрии я Субтитры сделал DimaTorzok Каждый кто ездил в горы знает, что дорога туда это тоже часть приключения Субтитры сделал DimaTorzok Я прилетел сюда визеером и у меня было к ним три вопроса Первый, действительно ли можно брать с собой 32 килограмма спортивного снаряжения? Второе, влезет ли мой лавинный рюкзак по нормам ручной клади? И третье, как они отреагируют на вот эту вот огромную байду у меня на груди? И на все три вопроса ответ в принципе положительный Действительно 32 килограмма лавинный рюкзак спокойно влезает по нормам ручной клади Ну а на эту сумку они даже не обратили внимания Поэтому это был мой первый позитивный опыт перелета в горы с лоукост авиалиниями Трансфер из аэропорта в горы в Европе для меня всегда ассоциировался Либо с арендованными тачками, либо с автобусами на крайний случай Но как оказалось в Австрии прекрасная железнодорожная сеть И я сейчас жду свой ночной поезд, который доставит меня прямо к началу каталки в 6 утра в Сан-Антон Билет стоил 50 евро и в стоимость включен завтрак И надеюсь, что включен провоз вот этого малыша И вы знаете, я вот сижу, жду поезд и нет вообще никакого страха, что он опоздает Приедет не на эту платформу, нет Где-то я увидел, что написано 8-я платформа 22.55 Значит он будет здесь на 8-й платформе 8-я платформа в 22.55 То есть через час Придется немного подождать Так, ну главный вопрос с местом для чехла решен Поэтому можно пару слов о местной купешке Австрийские ночные поезда по своей сути принципиально ничем не отличаются от наших Те же проводницы, разносящие белье Такой же коридор с кучей дверей, за которыми спят люди Но при этом все как-то более современно и цивильно Более новый состав, умывальник отдельно от туалета, в котором не страшно почистить зубы с утра И бутылка воды, которая уже заботливо ждет тебя в купе Австрия относительно небольшая страна Поэтому поездка из одного ее конца в другой занимает ровно одну ночь Наверное, именно этим руководствовались, когда делали вот такие вот тесные полки Но сноубордиста, закаленного украинским плацкартам, не испугаешь вот такой вот трехэтажной купешкой Поезд прибыл на вокзал небольшого городка Ландек От которого всего 15 минут на утреннем автобусе до места, в котором мы остановились Жить возле подъемников тут довольно дорогое удовольствие Поэтому Леша и Юля, которые занимались жильем в этой поездке, сняли пол дома возле небольшого городка Пятно Вышло по 228 евро с человека за 6 дней в самой, что ни на есть, аутентичной Австрии Мы жили прямо в настоящем деревенском хуторе, где хлевов больше, чем жилых домов Немножечко больше этого места я покажу, когда здесь выпадет снег и все превратится в натуральную сказку До Сан-Антона и подъемника входит рейсовый автобус, бесплатный для всех обладателей скипаса Но если вы, как я, только приехали и еще не успели его купить, то ничего страшного Разок можно пропетлять и без скипаса Тем более, что никто здесь ничего не проверяет Скипас это традиционно самая большая статья расходов на катание в Европе 6 дней здесь стоит 300 евро Нам же скипас обошелся в 260 евро из-за низкого сезона Давайте глянем, за что такие деньжищи Курорт тупо для лыжников сделан Эти все дырки, все стойки, блин, они все подтянулись Все курорты под лыжников сделаны Да коли? В первый день, естественно, никакой интересной каталки не было Снег лежит уже неделю и снегопад обещает завтра Так что показывать пока что нечего Кроме разве что вот таких вот видов курорта Чтобы не так скучно было смотреть на подъемники на фоне прекрасных гор Давайте-ка я расскажу вам об этом регионе И почему мы решили открывать сезон именно здесь Сан-Антон расположен на востоке Австрии в массиве Артберг Такое место расположения позволяет ему одним из первых встречать атлантические циклоны И, соответственно, снимать первые сливки снегопадов в Австрии Как я говорил в самом начале, Сан-Антон называют колыбелью горнолыжного спорта Такой громкий титул Сан-Антону достался за то, что здесь родился и работал некий Ханс Шнайдер Этот уважаемый мужчина придумал новую и революционную на тот момент технику обучения горным лыжам С помощью поворота плугом Помимо этого в Сан-Антоне был зарегистрирован один из первых лыжных клубов И проведена одна из первых официальных лыжных гонок В общем, местечко с историей Зона катания здесь состоит из нескольких долин, соединенных сетью из 88 подъемников Сан-Антон входит в топ самых крупных курортов Европы Уступая только всяким гигантам типа французских трех долин И если вы едете сюда на неделю, то смысла запариваться со скитуром или хелиски точно нет Потому что вы не выкатаете и доли тех маршрутов, которые доступны здесь с подъемников Подъемниками тут, кстати, соединены еще и горные города И выглядят они, ну, просто как с открытки Как вы могли догадаться из названия этого видео, Сан-Антон это центральный город всего этого региона Сюда сходятся все главные подъемники, здесь находятся все самые большие бары и магазины И тут, соответственно, самое дорогое жилье Но все эти мажорные отели для олигархов, это точно не наша история Мы погнали в наше недорогое жилье ждать снегопадов Прогнозы погоды здесь точные почти как поезда Вечером таки пошел обещанный снег Много снега И перед таким хорошим снежным днем нужно хорошо подготовиться Посмотреть фильмы для правильного настроения Перекрутить крепление на доску побольше Немного позалипать в интернете Ну, или нет Чтобы понять, насколько здесь херовый Wi-Fi Можно заглянуть вот в этот комодик И, наконец, обработать все заказы в GearFindry Сервисе по доставке сноубордической снаряги из Америки, которым занимается Леша Австрийцы во время вот такого повдор дня решили выключить гондолу, потому что погода Это настоящий австрийский повдор дей Вау Воа Нет Во! SWE敬 Все, что там, безусловно vine ные сверкли стром 26 нам н slam короче снег просто жесть слой где-то сантиметров 70 и под ним земля, то есть там где он потоньше и ты разгоняешься посильнее, тупо сразу об землю, я боюсь смотреть, что у меня танцы с колесиком. Прекращу ли я катать? Конечно же нет. Что там внизу? Субтитры сделал DimaTorzok А ты где? Ага, тупик говоришь. Может мы просто чик-чик спустимся? А как лыжник шел, мне интересно? Не знаю. Да... Беда. Беда. Может таймлапс уже снимать? Ну да, тайма мы тут зайлапсим дохерища. Можно сразу на обед рулить. Слушай, тут очень глубоко. Похоже на фрирайд. Елки-палки. Есть, выгребли. Что мы говорим такому фрирайду? Ну его нахрен. Что в переводе значит мы все равно пойдем еще так катать и обязательно еще так стрянем. Будем ли мы об этом жалеть? Конечно же нет. Ведь оно того стоит. Погнали обратно и я покажу вам обещанные виды нашего хутора после снегопада. Вы знаете, я приезжаю в такие места кататься раз, ну может два в сезон. А кто-то живет здесь весь год. Продолжение следует... По-моему это просто маленькая европейская мечта. По-моему это просто маленькая европейская мечта. Вот у нас на Вчеле здесь была бы протоптанная дорога. А здесь кто-то в 6.30 встал, сел на трактор, почистил и лег спать так. Одна из тех вещей, за которыми я езжу на европейские курорты, это их модные бортшопы, в которых можно пощупать и посмотреть вообще все новинки в сфере бордостроения. Европейские бортшопы не только посмотреть, пощупать и померить все, что хочешь заказать себе потом по скидке. Тут все реально вовлечены в тему. Вот, например, представитель Капиты рассказывает об их новой линейке досок. А за 36 евро в день в бортшопе можно взять на тест практически любую понравившуюся доску и крепление к ней. Таким образом можно попробовать что-то новое, ну либо вообще не ездить со своим снаряжением. Ну, если вы из тех ребят, что снимают жилье у подъемников. Что вы делаете с тестовыми сезонами? Они не будут тестированы слишком часто. В конце года мы имеем 20-25 дней. Так что они практически новые. Так что вы покупаете новые? Нет, конечно, нет. Если мы покупаем их в целом, это не огромный диском. Если они используются около 50 дней или что-то, то это что-то разное. Но после 20 дней мы легко используем их в следующий год. Если бы мы покупаем новый и поставим новый. После такого объяснения он легким движением руки снял пленки с двух новых досок Carua Shapes, вкрутил туда новые крепления Union Strata и отдал нам две не самые дешевые доски под залог одной кредитной карточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот это провалиться можно было только я так-то ну все я уже не в яме это хорошо тебе надо как-то выехать в двух словах объясню куда это я встрял есть такое понятие как снежные колодцы обычно они образуются вокруг елей когда снег скапливается на ветках а вокруг ствола пустота и это весьма опасная штука в которой можно провалиться с довольно печальными последствиями как вот показала практика такие небольшие колодцы могут также образовываться вокруг камней поэтому ребята катайте аккуратно серёга у меня тут слишком мощный фрирай получился в общем пока мы тут топчем по плоскочам пару слов за эту доску каруа шейпс это такая компания которая решила сыграть на хайпе по коротким широким доскам и теперь клепает кучу моделей разной формы но с одной сутью она короче чем обычная шире чем обычная и всегда с кембером и с длинным рокерным носом не могу сказать что корова действительно оправдывает тот хайп который они вокруг себя создали на хорошо карбит по трассам и отлично звезд купить я больше ничего от нее и не нужно если вы хотите прыгать крутить то смотрите куда-нибудь другую сторону для тех у кого нога чуть больше 30 сантиметров как у меня например она тоже отлично подойдет потому что у всех досок ширина выше чем вайдовой версии обычной доски так что если у вас есть богатый дядя в австрии или просто возможность привести ее из-за бугра то нужно это сделать за семь дней в альпах ты тут всего лишь очередной турист который покатался по их снегу выпил их пиво и лишь мельком взглянул на то как в одном регионе сочетается все блага европейской культуры и мощь альпийских гор и за такой короткий срок я так и не понял что же тут делать этот флаг японии выяснить это один из многих поводов сюда вернуться знаете я всегда немножечко завидовал киевлянам ведь у них на расстоянии одной ночевки в поезде есть карпаты ну теперь эта зависть полностью переведена на счастливых жителей вены у них тут на расстоянии одной ночевки в поезде есть кое-что поинтереснее в комментариях к предыдущем видео многие из вас просили рассказывать больше о бюджете поездки поэтому я вынес все траты о которых я упоминал и не упоминал вот сюда посмотрите на чем вы можете сэкономить ну еще вы просили больше видео с катания но так получилось что когда ты едешь в европу на шесть дней ты больше катаешь чем снимать но уже совсем скоро я поеду на месяц в свой любимый курорт и там я обязательно исправлю это упущение поэтому подписывайтесь и увидимся там вечернего сан-антону и ко мне возле одного из бара подошел чувак и на русском языке спросил не тот ли я фрирайдер с ютюба а я так как раз он ухо